В Подмосковном Жуковском начал работу Международный авиационно-космический салон «МАКС-2021». Мероприятие заслуженно занимает одно из ведущих мест в ряду крупнейших мировых авиафорумов. Принимает участие в работе салона делегация Ульяновской области во главе с Алексеем Русских. Уже достигнута договоренность, что в регионе появится новая авиакомпания. Подписи под документом поставили глава региона и заместитель руководителя авиакомпании «Геликс» Вадим Балдин. В Ульяновской области по обслуживанию самолетов Ил-76, наверное, нельзя сравнить ни с одним регионом, не только России, но и мира. Поэтому после того, как к нам пришли три самолета Ил-76, мы перелетели в порт Ульяновск-Восточный и занялись техническим обслуживанием этих машин именно там. Стороны будут развивать сразу несколько направлений – грузовую авиацию и вертолетные перевозки. Акционеры инвестировали в проект более 400 миллионов рублей. Будет создано порядка 40 новых рабочих мест для жителей региона. Как отметил Вадим Балдин, компании будут нужны летчики, инженеры и техники. Компания также намерена налаживать кооперацию с ульянским бизнесом. В авиасалоне участвуют и ульянские предприятия. Конструкторское бюро приборостроения изготавливает авионику для отечественного лайнера МС-21. В первый день салона удалось пообщаться с представителями компании «Иркут» и «Вертолеты России». Все, что здесь представлено, сделано на нашем предприятии. У нас от момента разработки до послепродажного обслуживания все замкнутое в едином цикле. Поэтому и в этом наша уникальность нашего предприятия. Ульяновский механический завод представил на выставке новый комплекс «Викинг» – экспортный вариант «Бука М-3» – комплекса выисковой ПВО средней дальности. Если мы видели 9 мая парад, то наши машины прошли по Красной площади, удачно прошли. Комплекс «Викинг» сегодня имеет большой покупательский потенциал. Авиасалон продлится до 25 июля. В эти дни планируется подписание соглашений, переговоры с потенциальными инвесторами. Анна Тищенко, Управда ТВ.